Привет, Лего Мэны! С вами я, SLM444 и Симба, и сегодня мы с вами посмотрим на новиночки Лего Звездные Войны 2023 года, лето, и также поговорим о слухах осенней волны этого года, поэтому присаживайтесь поудобнее, наливайте чаек, запасайтесь печенюшками, и мы погнали! Сегодня мы находимся в моей группе Лего ВКонтакте, официальная группа, обязательно подписывайтесь на нее, а также я предлагаю всем любителям Лего Звездных Войн и Лего в целом подписаться на вот этот вот хвост. Нет, я предлагаю подписаться на канал Вейстленд, там вы найдете множество обзоров, сравнений, подборок и рассуждений об оригинальных наборах, аналоговых и кастомных минифигурках, а также о других сериях Лего. Автор всегда старается над подачей и уникальностью контента, так что скучно вам точно не будет. Убедитесь сами по ссылке в описании, обязательно, ребят, подписывайтесь, поддержите нашего друга лайком и подпиской. Канал Вейстленд, лайк. Итак, начинаем. Помимо летних наборчиков, я хочу быстренько пробежаться по весенним наборам, о которых мы, возможно, с вами не успели поговорить. А именно, это подарочный набор для Звезда Смерти, вторая, по шестому эпизоду, 4591, это был у нас подарочный набор при покупке UCS X-WING, который я вам тоже сейчас покажу. 289 деталей, небольшая такая планетка, которую можно поставить на стол. Далее, это 75-348, 957 деталей, набор сделанный по третьему сезону Мандалорца. Да, вот такой вот Мандалорский истребитель против Сид-истребителя, Сид-перехватчика. Впервые Сид-перехватчик выполнен у нас в таких черно-серых цветах. И перевыпустили его впервые с 2006 года, если не считать, там еще красный такой Сид-перехватчик, выходивший по сериалу Повстанцы. Далее, 75-352, новая диорама, это сражение Вейдера и Люка в Звезде Смерти. Выполнено по шестому эпизоду, потому что у нас в Лего Звездных Войнах в этом году празднуется 40-летие шестого эпизода наравне вместе с 20-летием Войны Клонов. Тоже прикольный набор, неплохая диорама. Также вот и 75-353, погоня на спидерах на Эндоре, тоже 608 деталей, новый люк, новая Лея и также в комплекте еще третья фигурка, это Скаут Труппер. Вот UCS X-Wing, который я упомянул буквально минуты ранее. Новая модель уже спустя 10 лет, последний раз выходил UCS X-Wing в 2013 году. И по сравнению с прошлой версией, я считаю, что это сделало большой шаг вперед. Но, конечно, бокс-арт никуда не годится, на коробке набор выглядит просто ужасно, потому что такой дурацкий ракурс Лего подобрали для рендера, для фотографии. На самом деле, если сравнить с версией 2013 года, то просто колоссальное отличие в сборке, в пропорциях модели, и она стала намного более детализированной, поэтому леговцам лайк за это, конечно же. Также здесь новая фигурка Люка Скайуокера идет с принтованными ногами, которые сделаны в два слоя пластика. Набор 4+, выполненный по новому детскому мультику по Звездным Войнам, 124 детали, и мы наконец-таки получили Храм Джедаев. Да, конечно, не в том виде, в котором мы хотели бы получить его, но какой-никакой Храм Джедаев. Зато у нас есть здесь принтованная деталька с джедайским логотипом. Три фигурки, все из них новые, Йода очень смешной и кринжовый, честно скажу. Мне он не очень нравится, но он даже не очень похож на Йоду, но в такой вот стилистике леговцы решили выпустить. Вот. И сейчас, наконец-таки, мы переходим к летним уже новиночкам, и первым делом это у нас батлпак 332-й роты. Рота Асоки, и этот батлпак у нас уже второй в этом году получается. То есть первый был посвящен клонам 501-го легиона. Здесь же у нас клоны из 7-го сезона Войны Клонов, которые перекрасили свои шлема в дань уважения Асоки. То, что она их там повела в бой на Мандалор. Вот. Из новых фигурок мы получаем все новые фигурки, как бы это странно ни звучало, потому что у нас у этих клонов новые шлемы с дырочками. Принт, возможно, тоже слегка чуть-чуть изменился. На коробках выглядит так, будто бы стала жирнее вот эта вот полоса над визором. Но это не так. Если мы посмотрим дальше на рекламные материалы, где уже дети играются с этими клонами, то эта полоса осталась такой же тонкой, как и была ранее у клонов в наборе 75-283. Единственное отличие тех клонов заключалось в том, что у них не было дырочки на шлеме. Вот. А так мы уже получали данных персонажей в Лего. Единственное, только здесь добавилось еще Капитан Вон. Кстати говоря, его кастомную фигурку я показывал в прошлом своем видео. И я считаю, что кастом, который мне прислали, намного-намного круче выглядит, чем вот этот вот Лего-вский Капитан Вон. Поэтому, если вы не смотрели, обязательно по подсказочке в правом верхнем углу зацените тот видос и сами убедитесь, что кастомы намного лучше получаются, чем оригинальные Лего-вские фигурки. Сама модель батлпака мне не очень нравится, потому что, ну, болотный спидер, причем тут вообще 332-я рота, да, и еще и в цветах 501-го легиона. Очень много уже батлпаков, связанных с 501-м. Потом, честно говоря, ну, как-то уже приедаться, начинает, хочется какую-то новую цветовую гамму. И даже если вспомнить республиканский танк, который выходил с клонами 187-го легиона, то у них не было танка в своей личной расцветке, да, там танк был просто в республиканской расцветке, но не в фиолетовой. А все, что мы получаем по 501-му легиону, все синее. И, честно, вот мне уже просто немного глаз режет то, что вот очень много синих, каких-то, синей какой-то техники. А это не минус, но это вот мое субъективное мнение. Просто мне лично так приелось чуть-чуть уже. Следующий набор это 75360 Истребитель Йода, и это его перевыпуск с 2017-го года, если я не ошибаюсь. И, честно, это набор, который вообще не требовал перевыпуска. Я не знаю, зачем Лего его выпустили. Еще и всего две фигурки, которые не самые-то и востребованные, на мой взгляд, Йода и R2-D2. Это как-то странно очень. И, да, сборка этого набора, безусловно, поменялась, но я бы не сказал, что как-то кардинально и в лучшую сторону. Я считаю, что он все равно как убого смотрелся, так убого и смотрится. Чисто потому, что он убогий и во Вселенной Звездных Войн. Он не очень красивый, и зачем его выпускать второй раз в Лего, я не знаю. В нем будет 253 детали. И следующий наборчик, это Spider Tank, мы уже его обсуждали, 75361, но появились изображения его коробки. Почему-то до этого в сети не было изображения коробки. Мы о нем уже говорили давно в другом видео. И вот он, самый большой набор летней волны, который выйдет 1 августа 75365. Это база на Явине 4. В нем будет 1066 деталей, и в нем будет целых... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать. Двенадцать мини-фигурок. Да, это достаточно круто. Уже есть предварительные какие-то небольшие обзорчики у зарубежных блогеров, опять же, на этот набор. И, честно, он не очень впечатляет. То есть количество деталей, конечно, тут неплохое. А большое количество мини-фигурок. Даже Y-Wing умудрились сюда включить в среднем размере, в среднем масштабе. Но по функционалу и по наполнению самой базы, она какая-то немного пустоватая. С другой стороны, у повстанцев она и во вселенной Звездных Войн. Не то, что была какая-то мега продвинутая, да, эта база. Поэтому, может быть, к леговцам тут никаких вопросов и нет. В целом, они установили всякие компьютеры, чертежи и так далее. Неплохо смотрится, прикольно. И это, как минимум, что-то новенькое. То, чего еще ни разу не было. Базы повстанцев. База повстанцев у нас была только с Хота, наверное, да. А вот с Явина-4 ни разу не было. И это круто. Мы можем также изобразить заключительную, завершающую сцену из четвертого эпизода. Когда наших персонажей всех, кроме Чубаки, наградили медалями. Также у C-3PO будет с принтованными руками и с принтованными ногами. И у R2-D2, кстати говоря, тоже будет принт сзади на тушке. Вот еще раз все мини-фигурки. Также у нас будут новые повстанцы. Они новые за счет своих шлемов. И у нас будет еще вот такой вот техник. Это смуглая женщина. Также тут обновленный вариант Леи. В таком вот платьишке. И Додонна. По-моему, он ничем не отличается от того, который выходил у нас в X-Wing 2021 года. Вид коробки сзади. Также вот детишки играются. Ну, кстати, вот кажется, по фотографиям, будто бы набор будет достаточно большой. Может быть, за счет этого он, конечно, и накидает в себе в копилку каких-то плюсиков. Но пока что, не знаю, надо щупать его вживую. Далее это у нас 75-366, 320 деталей. Новогодний календарик. Я считаю, что он не очень, честно говоря, потому что, ну, как-то маловато фигурок, будто бы. Может быть, раньше их было больше, а может быть, и столько же. Но у меня ощущение, будто бы как-то поменьше стал календарик. Здесь мы получаем клона 212 батальона, Омегу, Палпатина в рождественской одежде, Леюс Эндора, а также нового снежного Эвока. Ну и также там у нас еще Пит Дроид новогодний и обычный боевой дроид. Дальше идет Мега Кринж. Это новое подразделение наборов Лего Звездные Войны, мехи. Роботы для некоторых персонажей. Например, первый на очереди это у нас мех Дарта Вейдера. 75-368, 139 деталей. И зачем Дарту Вейдеру мех, когда он и так у нас в кибернетическом костюме ходит, я не знаю. Возможно, для детей это выглядит прикольно, но в этом нет никакой абсолютно логики. И не знаю, мне кажется, что это ненадолго под категорию таких вот наборов. 50-50, короче, мне не нравится. То же самое и с Бобой Феттом. Боба Фетта, по-моему, будет только сковывать данный экзокостюм. И им пользоваться во вселенной Звездных Войн было бы тупо ему, да. Однако, ну, чисто как игрушка для детей, может быть и неплохо. Но, единственный мех, который мне плюс-минус понравился, 75-370, это вот мех для штурмовика. В нем 138 деталей. И это действительно можно подвязать ко вселенной Звездных Войн, как какая-то новая разработка Империи. В расширенной вселенной даже, возможно, что-то подобное было. Типа темных штурмовиков, там, первой версии. И здесь уже, да, экзокостюм для обычного штурмовика может быть и неплохая, прикольная идея. Особенно за счет вот этой вот детальки имперского значка, который можно использовать в каких-нибудь своих имперских самоделках. Тоже прикольная деталь, такая очень полезная. И на этом, собственно говоря, все. Это то, что мы имеем в текущий момент из тех наборов, которые нам уже опубликовали и презентовали леговцы. Теперь самое интересное, это слухи. Какие же слухи все-таки ходят? Мне никто не верил, что в этом году выйдет Ганшип и выйдет Винатор, но это случится, дамы и господа. Да, Ганшип клонов Корусанской Гвардии выйдет у нас, скорее всего, в августе. Поэтому, я думаю, тоже в ближайшее время нам должны будут уже показать картинки этого набора. Он будет включать в себя Палпатина, Падме, нескольких шок-трупперов, а также командора Фокса во второй фазе брони. И этот Ганша будет раскрашен как раз-таки в цвета Корусанской Гвардии. Такой Ганшип мы видели, по-моему, в шестом сезоне Войны Клонов, где-то там на задних планах. Но я жду лично, мне кажется, будет выглядеть прикольно. Единственное опасение у меня заключается в том, что, скорее всего, леговцы будут использовать там много бордовых деталей. А как мы знаем, коричневые и бордовые в лего детали самые хрупкие. И главное, чтобы они не накосячили, и этот Ганшип не стал каким-то мега хрупким, да, и чтобы он там не ломался пополам в дальнейшем. Но это уже посмотрим, поживем, увидим. А также нас ожидает UCS Venator. Конечно же, конечно же. На 1 апреля я выкладывал об этом новости, никто не поверил. Признаться честно, я и сам не поверил. Но, да, это случится. И у нас будет всего 2 мини-фигурки, к сожалению, в этом наборе. Это Капитан Рекс, а также, который, кстати говоря, извлек свой чип-ингибитор, и у него там будет такой пластырь, типа, пропринтован. А также Адмирал Юларен. В каком виде будет Адмирал Юларен, я не знаю, имею в виду, в каком возрасте он будет в наборе. И это будет набор, как имперский звездный разрушитель UCS. Примерно такого же формата. Далее, по слухам, у нас будет еще куча наборов по Асоке. Например, джедайский шаттл Т-6, который тоже будет включать в себя, кстати говоря, того самого дроида, которого показали в трейлере Асоке, который в Войне Клонов помогал собирать юнлингам свои мечи первые световые. Тоже прикольно, интересно, как леговцы воплотят эту мини-фигурку в лего. Наверняка создадут какой-нибудь новый молд, либо они снова проявят свою лень и используют молд от дроидов-медиков. Вот, не знаю, посмотрим. Также очень прикольный набор, скорее всего, нас ожидает корабль-призрак. Там из фигурок нас ожидает Гера, Сабин, Асока, конечно же. То есть, по названиям наборов нас ждет какой-то эпик. Но, честно, я не хочу тешить себя к какой-то надежде, потому что, честно, вот от этих наборов, которые мы сейчас с вами посмотрели из летней волны, я ожидал большего. Я ни один, наверное, из этих наборов не жду. Особенно я не жду батлпак клонов 332-й роты, потому что на него повысили ценник. Ценники на батлпаке и так выросли в долларах. Так на этот набор еще тоже повысили ценник, что-то на 2 или на 3 доллара. Да, возможно, несущественная разница, но, допустим, если купить 10, да, таких наборов, то цена возрастает уже на 30 или там на 20 долларов. Вот, поэтому все равно неприятно. И корабль Йоды, вот вообще не знаю, зачем он нужен. Вторая версия Явин 4, но как-то не цепляет. Хоть тут и много фигурок, но мне лично тоже как-то в душу не зацепил он. И мехи тем более. Новые мехи, новые роботы, экзокостюмы. Это вообще что-то максимально лишнее в линейке Звездных войн. Но на пробу LEGO решили сделать такие наборы. Пишите обязательно в комментариях к этому видео, какие наборы нравятся вам больше всего, какие наборы вы ждете и будете покупать. Ну и также не забывайте, что все сеты вы можете приобрести у меня в магазине по ссылочке в описании к этому видео, в моей группе LEGO ВКонтакте или же на iVito. Всем спасибо, еще увидимся, Легомэнни. Пока-пока. Пау!